привет знаете есть одно такое выражение которое я ужасно не люблю и который очень свойственно в нашем обществе звучит она так от меня ничего не зависит довольно часто люди говорят таким образом даже а собственно частной жизни то есть они говорят что мы сейчас таких обстоятельствах я сейчас таком в таких обстоятельствах что нет от меня ничего не зависит как-то очень смиряются и обесценивают себя но уж тем более распространяется на жизнь общественная так сказать социальная тут пруд пруде таких соображений мол вот есть какая-то значит гигантская система которая должна все починить и наладить а вот лично от меня ничего не зависит и должны сказать что несмотря на то что это наверное отчасти правда когда ты живешь громаду мегаполисе или вообще в принципе в любом государстве есть вещь которая от тебя ну не зависит но тем не менее государство и мегаполис складывается из всех нас и мне вот всегда была близка вот это какая-то идея что от меня зависит то как-то я может быть так пыталась приводить негатив в позитив я очень давно уже сама себя дисциплинировала на то что даже если кругом мусор то ты донеси свой мусор до урны ну вот постарайся вот внести такую малость ну вот давай ты будешь тем человеком который донесет мусор до урны я не хочу сказать что я ангел с крыльями за спиной конечно и я бывает что нарушаю и вот это вот все мне свойственно как и всем нам чтобы это не звучало таким вот назиданием просто я пытаюсь объяснить систем своих координат что я все-таки вот пытаюсь так сказать соответствовать каким-то правилам иногда мне стоит усилий но вот потому что от меня тоже что-то зависит вот так я принципиально существую в жизни так мне нравится они размышлять и думать что от меня зависит от моего поступка тоже много чего зависит вот и про себе называл это теории малых дел тоже оказалось не только там соблюдение правил но и вообще каких-то не знаю там какого-то добра который ты можешь где-то принести помощи плеча который ты можешь подставить если ты можешь потому что мне кажется что так вот я вношу свою лепту в этот мир это не звучало и совершенно недавно я обнаружила что то что я всегда называл теории малых дел имеет название на самом деле имеет название тоже это тоже теория но звучит она как теория разбитых окон и я когда прочитал я невероятно вдохновилась этой историей хочу ею с вами поделиться название теории развитых окон появилась из статьи двух социологов американских зовут джеймс уилсон и джордж келлинг они опубликовали восемь втором году эту статью в которой собственно говоря суть которой сводилась к тому от этого примера главного и она и получила свое неофициальное название что если где-нибудь стоит скажем здание заброшенное здание с разбитым окном вот это не появится одно разбитое окно то рано или поздно будут разбиты все окна постепенно начнется мародерство внутри самого здания и более того близ лежащий район постепенно начнем все больше больше криминализироваться то есть вот если есть какой-то хаос какой-то непорядок то людям свойственно думать если другим можно почему а почему мне нельзя условно говоря то есть мы склонны к нарушению этого порядка добра правилу закона если рядом мы наблюдаем даже какой-то ничтожный беспорядок теория столкнулась с огромным количеством критики несмотря на то что проводились эксперименты в частности в нидерландах был проведен такой эксперимент что сделали наблюдение на двух вело парковках также велосипед очень популярны значит одна вела парковка была такая относительно чистенькая хорошая там и на значит велосипеды было разрешено флайер с приглашением каким-то куда-то на какую-то распродажу но на этой парковке не было урны однако в конце этого флайера стояла надпись что мы просим не загрязнять окружающую среду там не выбрасывайте его и так далее парковка была чистенькая и процентов 70 велосипедистов забрали значит этот флайер с собой куда-то в сумку там карман и так далее только процентов 30 и выкинули на другой парковки всего-навсего рядом с ней была расположена огромная высокая стена она была вся расписана граффити и выяснилось что этот фактор невероятно повлиял на велосипедистов теперь уже процент был ну почти совсем другой это смысле что там условно 60 процентов людей выкинули на асфальт этот флайер а только 40 процентов положили в карман хотя эти цифры в общем давали основание полагать что это некая такая серьезная статистическая погрешность все равно всем казалось что как-то ну слушать не до такой же степени прямо криминальная обстановка целиком меняется от того вот будет грязно или чисто разбито окно или не разбито людям свойственно серьезно нарушать закон если вот так и в общем короче сомнений было много однако эта теория обязательно с блеском умела подтвердилась не где-нибудь а в городе нью-йорке в 80-е годы надо сказать город нью-йорк представлял себе довольно страшный криминальном смысле слова место мегаполис громадный особенным значит местным преступлением была нью-йоркская подземка там вообще в целом городе совершался около там 1500 что ли преступление довольно серьезных тяжелых преступлений в день включая около семи убийств день что общем является невероятно высоким показателем и никто не знал что делать с этим как быть вы так далее и вот постепенные изменения начались с того что середине восьмидесятых видим уже прочтя статью этих социологов прекрасно появился новый директор значит метрополитена нью-йоркского которого звали дэвид ганн и он начал свою работу с того что он начал бороться с граффити потому что все вагоны нью-йоркского метро были расписаны изуродованы и и так далее это вызвало просто возмущение житель нью-йорка невероятно потому что все начали за что в общем мы платим свои налоги что он делает у нью-йоркского метро гораздо больше проблем чем только граффити однако вот дэвид ганн уперся именно в эту проблему и сказал что изуродованные вагоны нью-йоркской подземки сами по себе и граффити на них являются символом краха и сказал даже что мы готовы внедрить новые поезда стоимостью 10 миллионов долларов каждый но если мы не защитим их от вандализма известно что получится они продержатся один день а потом их изуродуют и начал бороться с этим невероятно потому что он поставил депо в каждом поставки то мощные аппараты и там каждый вагон цензурировался прежде значит чем выйти выехать из депо каждую ночь работали там уборщики отмывали это все дело значит каждый вагон от метро чтобы это была задача каждый день значит вагоны в метро должно были быть чистыми блестящая абсолютно идея и надо сказать что ситуация начала кардинально меняться постепенно перед перестал быть таким вандализмом в метрополитене а в девяностом году случился вообще революционное так сказать изменение потому что на должность начальника транспортной полиции нью-йорка был назначен уильям братом и его роль в изменении так сказать вообще общей ситуации нью-йорке абсолютно неоценима потому что потом он станет начальником полиции всего города и будет работать с мэром рудольфом джулиане который поддержит именно эту идею теории разбитых окон но вот что сделал братом сначала в это время 170 тысяч пассажиров пробирались метро абсолютно бесплатно и он объявил борьбу с безбилетниками что опять же вызвало огромную критику со стороны значит жителей потому что они сказали ёлки-палки у нас грабят в метро у нас там не знаю происходит серьезное преступление с безбилетниками ты будешь бороться но между тем вот братом был абсолютно настойчив потому что надо начинать с малого и это малое пресечет более крупное вот в чем и выяснилось что это был просто совершенно невероятным каким-то действием потому что параллельно останавливаем безбилетников они задержали немыслимое качество людей совершивших серьезные преступления просто по картотеке их значит пробив у половины этих людей было с собой нелегальное оружие там или наркотики или еще что-то и короче говоря вот это вот малое действие в общем уже очень серьезно пресекала преступность в целом в городе а постепенно сказал братом до плохие парни поняли что значит в метро надо платить и лучше а нелегальное оружие лучше оставить дома и так далее тогда это значит наводила определенный порядок а как я сказала уже в девяносто четвертом году пришел мэр рода джулиани который тоже поддерживал абсолютно эту идею этой теории разбитых окон и братом и прежде всего он назначил его начальником всего города начальником полиции и собственно говоря они точно так же проводили ту же самую политику они не брались сразу за крупные преступления наобратно не пересекали все минимальные всех пьяных подбирали на улице там не знаю выезжали на каждый вызов если где-то были там нарушения режима звукового ночью там если кто-то мешал спать если какие-то несанкционированные не вечеринки и так далее как ни странно вот эта малость она абсолютно отразилась на всей ситуации в нью-йорке и к исходу 90-х нью-йорку да по-моему пала преступность на 70 процентов что ли и он стал одним из самых безопасных городов мегаполис во во всей америке я собственно говоря к чему рассказываю про эту теорию разбитых окон она меня потрясла на сколько наглядно узнала эту историю про нью-йорк потому что это очень отвечает моему какому-то внутреннему ощущению что так она и есть ну что от нас многое зависит это стоит в этом смысле мы тоже вот некая малость каждый из нас некая малость которая организует общее и что вот от того донесем мы свой мусор до до урны или не донесем вообще-то вообще-то многое изменится помимо того что мы не будем долбать свою самооценку бесконечным значит уничижением тем что да что от меня зависит и от того как мы не знаю будем жить на собственном этаже то какие у нас будут чистые или грязные стены я вот не брезгую время от времени в своем подъезде на этаже стену помыть честно говорю совершенно у нас есть уборщица но я считаю что если вот я вижу что это грязновато она не домывает я прям белую тряпку и мою потому что мне кажется что уже вот уже на этаже это же мой дом поэтому ну да хотя он общий но это наш общий дом в котором должно быть чисто но про эту теорию разбитых окон можно вспомнить и сейчас как бы в момент когда все больше и больше усиливаются карантинные меры которым мы так недовольны потому что нам кажется нас так прижимают но мы их не соблюдаем тем не менее при этом частенько а может быть если начнем соблюдать то тут и мера как-то изменится думаю я но пафос моего рассказа конечно главным образом касается не только вот этих житейских вещей сколько я абсолютно убеждена что вот эта теория разбитых окон условно она касается и вот касается вот нашей жизни в вопросах добра и зла в вопросах того как мы реагируем друг на друга мы просто улыбаемся мы друг другу или нет и вот если мы условно говоря вам нахалили в магазине а вы не ответили класс вы прям что-то серьезное сделали понимаете вот как-то мир вокруг изменился или если вы помогли кому-то на той же улице не знаю женщине коляску перенести класс в этой жизни что-то изменилось в мир как-то изменился знаете моя любимая Олеся Казанцева про которую я уже вам неоднократно рассказывала она так говорит со мной в разговоре иногда вот я там что-то сделала ну это конечно ерунда но мне казалось что я так немножечко починила этот мир я так согласна с ее формулировкой знаете мне кажется действительно вот от каждого из нас зависит насколько этот мир в порядке и каждый из нас может его починить в общем вспоминайте об этом иногда особенно когда есть возможность чтобы на вас закончилось какое-то зло или с вас началось какое-то добро это оказывается очень важно для всех так так что вот вот вот